Значит, прежде чем переходить к следующим вопросам, то есть мы обсудили более-менее то, что касается аппаратного обеспечения. Следующий у нас по плану – это программное обеспечение. То есть разный вопрос, касающийся программного обеспечения, но прежде чем приходить к программному обеспечению по поводу аппарата, по поводу жилета. Есть ли какие-то вопросы? Вопросов не возникло. Тогда нам нужно еще, наверное, один такой вопрос судить – это как выключать компьютер. Собственно, часто. Во-первых, как включать компьютер? Мы посмотрели, что компьютер на самом деле состоит из разных составляющих. Собственно, системный блок и монитор, как правило, основные составляющие. Как включать это делать? Обычно считается, что надо вначале включать монитор, потом включать системный блок, потому что системный блок более устройство чувствительное и перепад от включения монитора, чтобы не воздействовал на системный блок, вначале включать монитор. Но это по большей части касалось времен, когда мониторы были с электронно-лучевой трубкой, достаточно мощные. Сейчас это все уже не столь важно. И вообще зачастую мониторы вообще не выключают. То есть монитор сам отключается, то есть у него экран гаснет. Если нет сигнала, если компьютер отключен, то есть системный блок выключен, то и монитор обычно не работает. Значит, вот на большинстве компьютеров здесь именно так. Теперь, что касается выключения системного блока. Раньше учили всех, что нельзя выключать системный блок кнопкой на корпусе. Учили такому? Вот. То есть до сих пор так учат? Нет? Уже сейчас по-новому. Значит, почему нельзя было выключать системный блок кнопкой на корпусе? Да. То есть компьютер устройство сложное, тонкое, если мы так вот возьмем и отрубим электричество будет плохо. То есть он, может быть, хотел что-то записать на жесткий диск, держал в памяти, а отрубим и отрубим электричество отключили, все потерялось. То есть, скажем, файловая система может прийти в некорректное состояние и при следующей загрузке система увидит, что компьютер был завершен некорректно, скажет, что надо проверить жесткий диск и тому подобное. Вот. И, в общем, разные такие эффекты. Значит, но это были времена старые, и, как было замечено, это, так называемые, итишные блоки. То есть, ну, то есть системные блоки и материнский плат, форматы ИТ. Значит, сейчас формат у нас какой? ИТХ. Ну и куча разных других, то есть там разные мелкие и так далее. Но, как бы, такой флагманский формат, на который ориентируется, это ИТХ. Значит, это уже такой более продвинутый формат, который не, так сказать, обеспечивает не такое варварское выключение компьютера, а устроено все немного хитрее. Когда вы нажимаете кнопку на системном блоке, то операционной системе посылается сигнал, что пользователь хочет выключить компьютер. То есть не просто берется и отрубается электричество. И все вот на полу, так сказать, слове, посреди работы берется и отключается. Значит, когда вы нажимаете кнопку, всылается сигнал операционной системе. И она уже закрывает все программы, там, сохраняет все, что нужно на жесткий диск и так далее. После этого уже аккуратно выключается. Значит, эффект наблюдать очень просто. То есть вы нажимаете кнопку, и вместо того, чтобы всему сразу погаснуть, появляется надпись, что идет завершение работы и так далее. То есть происходит не моментальное выключение, а такое постепенное и аккуратное. Значит, и по этой причине выключать кнопку на данный момент нормально, никаких проблем это не вызывает. В принципе, конечно, зависит от компьютера. То есть если компьютер вдруг очень старый, но я сомневаюсь, что сейчас такие найдете. Вот. Так что в большинстве случаев нормально. Однако подход, что кнопку выключать плохо, до сих пор жив. И, кстати, студенты часто про это говорят. Так что имейте в виду. Сейчас, в общем, ну, вообще программа становится удобнее, проще. Все. Так, хорошо. Значит, это что касается железа. Чуденько. Тогда идем дальше. Переходим к программам. Значит, и первый вопрос такой общий, который касается вообще программного обеспечения, это защита программного обеспечения в смысле закона. Защита, в первую очередь, идет копировать. Значит, когда мы говорим про железо, таких проблем как-то не возникает особо. Во всяком случае, такие проблемы, то есть они возникают, но простого пользователя они не касаются. Значит, по следующей причине. Копировать материальные объекты пока еще технологии не очень позволяют. Во всяком случае, взять, купить компьютер и его там скопировать. Вот именно материальный, сам системный блок, монитор и так далее. Это пока фантастика. То есть, технологии копирования материальных объектов развиваются и какие-то простые вещи можно копировать. То есть, технология работает достаточно просто. То есть, происходит лазерное сканирование, строится цифровая модель трехмерная. После этого на трехмерном принтере печатается просто вещь. Значит, и печатать можно очень забавные вещи, которые иными способами сделать достаточно сложно. Значит, ну это пока удел энтузиастов и широкого распространения не получило. Но, тем не менее, в будущем это будет встречаться все чаще и вопросы будут возникать. То есть, вопросы, связанные с тем, что можно ли купить в магазине вещи и ее скопировать. Вот именно как материальную вещь. Ну, пока что это, я уже не знаю, насколько далекое будущее. Там может быть десяток лет, может быть меньше, может быть больше. То есть, когда эти вопросы станут в полный рост. Значит, пока что вопросы такие касаются программного обеспечения. А с железом все так более-менее просто. Значит, почему вообще такой вопрос есть? Значит, ну, если совсем кратко, то получается, что автор программы, программу писал, работал и после этого хочет зарабатывать на этом деньги. Значит, если все смогут программу просто свободно копировать, то он не сможет заработать деньги. То есть, он один экземпляр продаст, после этого больше никто покупать не будет, потому что все будут копировать. Значит, ситуация не очень хорошая и надо как-то законодательно защищать автора, чтобы он мог зарабатывать деньги. Значит, на самом деле, ну, я думаю, понятно, да. То есть, в первом приближении все просто и логично. Поэтому вывод такой, что программу там копировать нельзя, так же, как книжки, фильмы и все остальное. Значит, на самом деле, все, конечно, более хитро. Значит, когда говорится, что вот надо защищать авторов, то возникает вопрос, а только ли авторов надо защищать и так далее, и так далее. Значит, ну, во всяком случае, в Соединенных Штатах Америки есть в законе прям четкая установка. Для чего нужен копирайт? Вот копирайт – это право, ну, вот в западных странах, которые защищают права на программы, книжки и так далее. Значит, в России и в других странах это называется авторским правом. Значит, вот авторское право – это право автора ограничивать или там разрешать копирование, в частности, своих произведений. Значит, в Штатах там четко написано, какова цель копирайта. Значит, цель копирайта – содействовать прогрессу. Значит, и на самом деле подход такой очень правильный и задает правильный взгляд вообще на эту область, на эту проблему, на эти вопросы. То есть, грубо говоря, есть две стороны. Значит, есть авторы, которые что-то производят, то есть пишут программы, книжки, снимают фильмы и так далее. Значит, и есть потребители, пользователи, которые этими программами пользуются, читают книжки, смотрят фильмы и тому подобное. Спрашивается, как найти хороший баланс между интересами этих двух групп. С одной стороны, если мы говорим, что авторы во всем правы и могут вообще полностью все сами решать, то страдают пользователи. То есть, авторы могут выдумывать разные странные условия, значит, потом, скажем, автор умирает и уже никто не может там разрешать пользоваться его трудами и так далее и так далее. С другой стороны, если сказать, что пользователи, потребители правы во всем, то получается, что они могут копировать эти произведения, программы, книжки и авторы не смогут зарабатывать. Значит, в любом случае будет плохо. То есть, нужно искать какой-то компромисс, чтобы с одной стороны и авторы были довольны, и с другой стороны, чтобы общество получало, могло пользоваться вот трудами, плодами работы этих авторов. То есть, чтобы были программы, которые использовались, чтобы там были книжки и тому подобное. Значит, на данный момент баланс примерно такой, что автор может разрешать пользоваться или запрещать или там определять порядок, как издаются, продаются его произведения в течение своей жизни, ну и еще 70 лет после жизни. То есть, ну уже не сама автора, а его наследники. А после этого срока произведение переходит в общественное достояние. И дальше уже этим произведением могут пользоваться все, в общем, без ограничений. В частности, вся классика литературы, то есть там Пушкин, Толстой и так далее, со всеми остановками, значит, находится в общественном достоянии, можно там издавать все эти произведения, можно копировать, и никаких проблем тут нет. То есть, никому платить не надо, никого спрашивать не надо, можно просто это делать. То есть, произведение живущих авторов или вот умерших в пределах 70 лет, значит, требует согласования либо с автором, либо с его наследником. Значит, опять же, это так несколько огрублено, там есть некоторые вариации, количество лет в разных случаях немного отличается. Значит, общая тенденция такая, что раньше там было, скажем, 50 лет, сейчас 70 лет, речь идет про то, чтобы сделать 90 лет. То есть, все время идет такое, как бы, со стороны авторов, или точнее правообладателей, такое давление, чтобы ужесточать законы об авторском праве, чтобы удлинять сроки охраны, чтобы у авторов было больше прав. Значит, надо, правда, оговориться, что во многих случаях речь идет не про самих авторов, а про так называемых правообладателей. То есть, автор написал книжку, скажем, и продал все права издательства. И дальше уже правами распоряжается издательство. Тоже касается там музыки, фильмов и программ. Значит, то есть, автор часто не сам распоряжается, а кому-то передает права. И поэтому, вот, такое давление идет не со стороны самих авторов, а со стороны вот больших, скажем, корпораций, которые владеют правами на множество произведений. Ну, в первую очередь, это идет в Америке давление на государство и давление со стороны Америки на другие страны. На Европу и на Россию и тому подобное. То есть, в Америке вначале удлиняют срок, после этого Америка, используя разные экономические рычаги, пытается продавить эти увеличенные сроки в других странах. Ну, как такая шутка, что ли, утверждается, что сроки удлиняются так, чтобы права на Микки Мауса не вышли в общественные достояния. Где-то в начале прошлого века был снят мультик про Микки Мауса. Значит, и как только подходит срок окончания действия авторских прав, тут же авторы, ну, не авторы, вот, корпорации, там, Диснея, которые владеют правами на этого персонажа, на мультике, значит, продавливают удлинение срок. Ну, на самом деле, не очень понятно, насколько это правда, но, в принципе, довольно хорошо соответствует общим, как бы, течением, тенденциям в этой области. Вот, а потом это уже из Америки на все остальные страны распространяется. Не так просто, не так быстро, но, тем не менее. Ну, да ладно, значит, возвращаясь к программам, значит, как защищаются программы? Значит, ну, давайте вначале в целом. Во-первых, по поводу закона. Значит, какими законами это регулируется? Значит, раньше был закон об авторском праве отдельный, и закон, отдельный закон о правовой охране программ, который регулировал, вот, защиту именно программ. Отдельный закон был. Значит, несколько лет назад был принят, была принята четвертая часть гражданского кодекса, которая собрала в себе все нормы, которые касаются этих вопросов, и сейчас это все регулируется четвертой частью гражданского кодекса. С одной стороны, один закон, и казалось бы, должно стать хорошо, то есть такая гармонизация, привели в порядок. С другой стороны, надежды на то, что состояние хорошо, не вполне оправдались. Новый закон оказался менее понятным, менее четким и в некоторых отношениях довольно странным, в сравнении с предыдущим. То есть в предыдущем были свои проблемы и надеялись, что они будут разрешены, однако вот, увы, все не совсем оказалось так хорошо. Более того, сейчас принимались разные поправки, и закон стал в некоторых отношениях еще более запутанным. Ну давайте тогда прежде чем приходить к программам, несколько общих положений. Как устроено авторское право? Во-первых, ключевое различие. Произведение и экземпляр произведения. Значит, автор владеет правами на произведение. Грубо говоря, написал автор роман, он может распоряжаться этим романом. Или автор написал программу, значит, он может распоряжаться программой. Значит, программой или романом в смысле абстрактной сущности. Когда мы идем в магазин и покупаем книжку или компакт-диск, или DVD-диск с программой, мы покупаем не программу и не роман. Мы покупаем не произведение, мы покупаем экземпляр произведения. То есть это нечто материальное, какой-то материальный объект, в котором зафиксировано это произведение. Значит, автор обладает правами на само произведение, абстрактным. Значит, одно из основных прав автора – это определять, кто может и как может копировать это произведение. То есть создавать новые экземпляры. То есть автор может определять, что, например, вот книжку он разрешает копировать и продавать такому-то издательству. За это издательство ему платят столько-то денег. Или же автор может определять, что вот его программу можно записывать на диск и продавать в магазинах вот такой-то фирме. За это фирма ему платит сколько-то денег. Значит, правами на экземпляр произведения автор не обладает. То есть, если вы купили книжку, значит, с книжкой, с самой вот как материальным объектом, вы можете делать что угодно. Значит, можете читать, можете не читать, можете там использовать как подставку под что-то. Если на то пошло, вы можете там разодрать на клочки и там, я не знаю, складывать самолетики. Значит, автор никак на это повлиять не может. У него нет законных прав. То же касается программ. Если вы купили диск с программой, значит, с диском вы можете делать все, что угодно. Можете ставить с него программу, можете не ставить, можете использовать этот диск как подставку для кружки или просто повесить для красоты. Значит, автор никак на это не может повлиять. Значит, автор может только ограничивать копирование. Значит, то есть, если вы купили книжку, вы не можете просто так взять, сделать копию. Скажем, накопировать, сделать 100 копий книжки, пойти продавать. Значит, есть некоторые исключения, сейчас я про это скажу. Значит, ну, а вот это различие достаточно важное. И обычно, когда речь идет про авторские права, как-то про это забывают. Что, какие есть исключения? Значит, как я сказал, что вообще-то автор может определять, что можно копировать, как можно копировать и так далее. Значит, но есть некоторые исключения. Основное исключение такое, что человек может копировать произведение в личных целях. То есть, обычно имеется в виду что? Скажем, купил человек компакт-диск с музыкой. Хочется ему слушать ее с mp3-плеера. Значит, он имеет право скопировать эту музыку с компакт-диска, скажем, на компьютер, перегнать там mp3-файлы и залить на свой mp3-плеер. То есть, с одной стороны, это копирование, и вообще-то это определяется, можно ли это делать автором. Но в законе есть исключение, что вот так делать можно в личных целях. То есть, если вы копируете другу, это уже сомнительно. И обычно считается, что так делать нельзя. Значит, если вы копируете себе, то есть в личных целях, там, хотите слушать дома, в машине, там, на даче и так далее, пожалуйста, никаких проблем. Значит, есть здесь интересная особенность. Если вы, скажем, зашли в интернете на какой-то сайт, там лежит, скажем, фильм. Можно ли его копировать? Значит, обычно говорят как, что? Ай, караул, нарушение закона, он лежит там незаконно, копировать нельзя. А с другой стороны, если вы зашли на сайт, то как вы определите, закон там что-то лежит или нет? Может быть, автор сам выложил, а может быть, злобный пират скопировал и положил нарушение там закона. Значит, если подходить формально по закону, то копировать вы можете. Зашли на сайт, значит, предполагать просто так вот, что сайт там незаконный, что что-то лежит там незаконно, то чего бы вдруг. Значит, если вы идете в магазин, и там лежит книжка, значит, какие у вас основания считают, что в магазине книжка продается незаконно? У вас же не приходит в голову идея, что надо пойти и спросить, есть ли документы у продавцов, подтверждающие законность того, что они продают. В принципе, то же самое касается интернета, разных сайтов и так далее. Значит, поэтому, вообще говоря, получается по закону, что вы можете копировать в личных целях все, что угодно. Хотите вы там посмотреть фильм? Скопировали откуда-то и смотрят. Копировали на 50 тысяч рублей, это не холодно? Да, если вы незаконно накопируете. Если же мы начинаем с предположения, что сам факт копирования законный, то какие 50 тысяч? Нету ни одного рубля. Поставить автокад, это немного другое. Значит, до программы, программы имеют свои особенности. Значит, то есть сейчас мы до этого дойдем. Значит, это действительно вопрос интересный. И надо заметить, что вот, как бы, тот подход, который я сейчас излагаю, он, мягко говоря, не то чтобы нетрадиционный. Значит, далеко не все, скажем, правообладатели или правоохранительные органы его придерживают. То есть, если придет проверка, скажем, в организацию или еще что-то, то есть по домам проверки не ходят. Никто не придет к вам домой и не скажет, вот покажите, что у вас записано на жестком диске, мы проверим законно, ну или нет. Вы верните карман и покажите, какая музыка у вас в mp3-плеере. Мы проверим, законная она или нет. Может быть. Значит, что касается инцидентов, может быть все, что угодно. И, увы, наша система правоохранительная и соответствующие органы, они иногда поступают очень странно. То есть, очевидно, что они поступают незаконно и, в общем, увы и ах, да, печально. Значит, но тем не менее, про какие инциденты вы говорите? Что конкретно будет?